Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 июня. И вот после того, как я вчера выложила свой видеоролик, что я высадила уже 1400 томатов, а буду высаживать 2000 томатов, пришло много вот таких комментариев, которые я хочу пояснить. Я сижу, улыбаюсь, ну прям это смешно мне. Многие, конечно, пишут, ой, кто там у вас батрачет, это невозможно одному человеку сделать. Сразу говорю, что батрачу я все лето, я сюда вообще никого не запускаю. Потом следующие пишут, где же хранить 2000 палок, это же невообразимо. Я сейчас вам поясню. Вот у большинства нас, у людей поверхностное такое мышление. И даже те, кто неделю назад, 10 дней назад смотрел мои видео, где я рассказываю, что вот эту грядку посадила, по принципу посадила, забыла. Они будут расти без подвязки, без посынкования. Вот грядка ленивка, где 200 у меня высажены, например, томатов, которые тоже будут. Посмотрев все это, потом человек спрашивает, раз вы высаживаете 2000, где вы храните 2000 палок? Вся информация, которая шла в предыдущих видео, она как сквозь сито проходит, как в песчаный грунт, ничего не остается. Зачем мне 2000 палок, если я вам рассказываю, вот эта грядка без подвязки, вот эта по принципу посадила, забыл. Потом вот эта уплотненная схема посадки, где у меня 2 томата в одной лунке, привязаны к одному колышку. Я когда это все рассказываю, я думаю, что люди информацию эту воспринимают. И они понимают, что высаживая 2000 томатов, не обязательно иметь 2000 палок. И вообще не обязательно иметь даже 1000 палок, потому что большинство, ну какая-то часть томатов растет, ну выбрана специально. Я сейчас расскажу, как я справляюсь, если без шуток и без смеха, как я справляюсь со своими двумя тысячами томатов. И, извините за выражение, в одну харю, потому что никого больше в огород не запускаю. Вот сейчас я вот здесь высаживаю томаты демидов, и вон там даже хочу стрелочку сделать и написать белым вот этим маркером, что ходить вот здесь. Потому что у меня мужчины, они даже иногда не понимают, где можно наступить, где нет. Они могут вот на эту грядку, вот прям вот сюда наступить, где вскопано, где на будущий год я не планирую снова копать. Вот скопала один раз на два года, могут пройтись по этой грядке. Я им разрешаю ходить только по белым стрелочкам. Поэтому никто здесь у меня не потрачет, потому что тут запретная зона моя. Смотрите, начнем с того, что я всегда говорю, что три четверти томатов у меня сибирские неприхотливые. Это то есть они вот такие вот толстоногие, которые стоят, их долго не надо подвязывать. И сейчас, когда я высажу, если бы у меня были индотерминатные все сорта, конечно, они завалились бы на бок и испортились. А эти вот у меня уже сейчас будут даже цвести и облеплены плодами. Только потом я поставлю палки и то не всем. Рассказывала, что на грядках с пониженным уходом. Короче, у меня весь огород разбит на несколько секторов. Там, где у меня повышенное внимание, где я посынкую, подвязываю, поливаю, где делаю все, что нужно, из кожи вон лезу. Конечно, это теплицы и, конечно, это вот между теплицами, где индотерминатные сорта. Это первый сектор, это повышенное у меня такое, повышенное внимание. Второй сектор, где я их сейчас, вот я вам показывала же грядку демидов толстоногие, где я их посадила, они сейчас цветут, они не завязывают плоды. Первый месяц они вообще не требуют никакого ухода. Нас сейчас дождик полил, все, 10 дней я свободна. Я их подвяжу только тогда, когда они облепятся плодами и будут наклоняться уже в сторону. Я их привяжу к колу, но тоже там не будет никакого усиленного посынкования. Я их не буду там прищипывать, они вершкуются сами. Правильный подбор сортов позволяет нам расширить свои возможности и вырастить даже 2000 сортов. Не говоря уж о том, что вот это вот будет грядка ленивка. Тут у меня и монгольские карлики, и вот демидов, которые коренастые, они будут лежа. Они тут тоже я сейчас посадила и забыла. Если будут дожди, я сюда вообще, будут эти дожди, я сюда вообще подходить не буду никогда. Про полки здесь не будет, поливать будет дождиком. Подвязывать я здесь не буду, посынковать я здесь не буду. Здесь по принципу посадил и забыл. И после этого, когда вот приходят вопросы, куда вы деваете 2000 палочек или как вы справляетесь с 2000 томатов, мне действительно смешно. Потому что я и в прошлом году, и в этом году, я ведь все рассказываю, я все разжевываю, что для того, чтобы вырастить много томатов, нужно правильно подбирать сорта. Еще весной раза три про это говорила, что половина сортов, ну, одну треть сортов нужно выбирать такую крупноплодную, поздноспелую, которая позже будет воспевать, на которой много надо ухода. А остальные нужно подбирать, которые неприхотливые, которые не очень требуют ухода. И одну часть можно подобрать, которые вообще не требуют ни подвязки, ни посынкования. И тогда даже 2000 сортов, даже такая пенсионерка на пороге 60-летия, такая пожилая уже женщина, может обслужить одна. И вот сейчас еще у нас же цивилизация, вот прогресс дает нам большие возможности. Вот мы еще в прошлом году капельный полив сделали в теплице, так там вообще уже делать нечего, все. Я сейчас включила каплю, вот когда поливала три дня назад, что ли, не помню уже, записано там у меня на бумажке. Я полила, и в этот же день я их пропасынковала, еще раз подвязала. Десять дней я могу туда не заходить. И так же, ну а вот эти грядки, вообще я вам сказала, что здесь я, наверное, приду только снимать томаты, потому что здесь я не удаляю пасынки, здесь не подвязываю, но все это я уже говорила. И если вы хотите научиться, как вести огород эффективно и без лишних, как я говорю, что я выращиваю без лишних движений, конечно, это сложно. Конечно, 2000 томатов это только высадить, трудоемко, но это самое сложное высадить. Потом высадил, и началась свобода. К одним ты просто подошел, посмотрел, к другим подошел, немножко пообщипал. Я вот показываю, как я ножницами, я вдоль рядов иду, и я вот так вот все-все-все, все, что мешается, даже не наклоняясь, иногда обрезаю, когда они уже подрастают на уровне. Ко всему этому можно приспособиться, и даже 2000 томатов можно вырастить. И один в поле воин, это тоже так говорят. Вот, и не сомневайтесь даже, что может один человек вырастить столько, главное подобрать сорта. Конечно, у меня сорта неприхотливые большинство, вот эти демидов, Настенька, сибирская тройка, петруши, огородник, которые я просто колу подвязываю, иногда даже не посынкую. Все. Вот сегодня посмеялась я над двумя тысячами палок, после того, как я только что видеоролик выложила, зачем два томата в одну ломку высаживаю, я говорю, для экономии палочек помидорных, для экономии веревочек и для простоты ухода, что в два раза меньше уход. Тут же вопрос, а где вы храните 2000 палочек? Ну ладно, до свидания, желаю вам тоже научиться обслуживать много-много томатов с наименьшими затратами труда. Все.